Жизнь в современной российской деревне никогда не была легкой. Работы почти нет, а если и удавалось найти, то зарплата выше 8 тысяч рублей в месяц была лишь мечтой. Выручало подсобное хозяйство. Домашняя скотина была источником выживания. Семью накормить, а если осталось чего, на базар. На вырученные денежки, на одежду себе и детям в принципе хватало. Но в этом году село окончательно приговорили. В июле 22-го числа вице-премьер Российской Федерации ответственной за сельское хозяйство Дворкович выступил публично с пожеланием полного запрета на разведение, на содержание домашних свиней в личных подсобных хозяйствах граждан. Вот после этого ситуация, социальная и экономическая ситуация в российской деревне стала взрывоопасной. В Тверской области поводом для ликвидации личных подсобных хозяйств стала африканская чума свиней. Ажиотаж был немалый, но вскоре очаги болезни ликвидировали. Заодно ликвидировали большинство свиней-уселян. У Марины Ивановой было 5 свиноматок. За счет них жила вся ее семья. По словам женщины, до них чума не добралась. Ее хрюшки в контакте с больными, а уж тем более с дикими кабанами, не были никогда. Но чиновники заставили зарезать всех. Без всяких постановлений, с классическими элементами нахрапа и запугивания. У нас никто ни анализ не брал, ничего. Я думаю, так можно было бы хотя бы взять анализ, потом предоставить бумаги, что это. А просто приехали, сказали убить и все. И больше ничего. А потом насильные штрафы начали. Мужа у меня на работе выловили, хотя он отношения к ним не имеет. Но дело в том, что я просто не прописана здесь. На территории мужа проживаю. И ведем хозяйство как бы здесь. Вот его, на работе, он в соседней деревне работает. Нашли его, сказали, вот у вас так и так. Он с услугой подписал, потому что участковый был. Никакой компенсации от государства Марина Иванова, само собой, не дождалась. Вся процедура со стороны властей была проведена традиционно хитро. В расчете на то, что далекая от юридических тонкостей женщина не будет разбираться в подсунутых ей бумагах. Вот и получилось, что своих свиней она забила сама, как бы добровольно. Впрочем, не все поддались на шантаж властей. Виктор Погосян свое небольшое хозяйство отстоял. Пережил множество проверок, выполнил все предписания, выиграл суды. Но, как он сам говорит, чиновники от него не отстали. Не получилось мытьем, добьют катанием. Самые частые гости в его хозяйстве – проверяющие ветеринарные службы, Роспотребнадзора и прочих подобных структур. Фермер признается, устал от давления настолько, что почти был готов пустить все стадо под нож. Отговорила семья. Но одного чиновники добились, закрыв фермеру путь на все рынки. Реализовывать продукцию ему запретили. Я один не понимаю, все вот требования, его требования выполнены. Дизболели, коврики, все сделаны. Если по его инструкции, указанию ветеринарного, мы держим свиней, животных домашних, вот эта вся стройка сделана ради этого, тогда зачем запретить? Но если запрещают, запрещают и холдингов. Мне интересно, у меня защищенность выше или в том же самом Заводском или Канаковском, Димитрогорском. Столько народу туда ходит, столько машин туда ходит. Огромная территория. А передача африканской чумы – это воздушным путем? Непонятно. У меня все закрыто, никто не ходит, кроме нас. Как понять, почему там разрешается, у нас не разрешается? О том, что причиной массового вырезания свиней в личных хозяйствах стала недобросовестная конкуренция, в деревнях говорят открыто. Никакая чума не помешала возведению гигантского свинокомплекса в Бежицком районе. Реализации подобных проектов в ряде других. Инвесторы – это очень крупные холдинги с хорошо известными названиями. И как бы смешно это ни звучало, но именно в частнике они видят своего основного соперника. По статистике, свыше 40% покупаемой жителями области свинины – это продукция именно фермеров и владельцев личных подворий. Власти региона выбрали сторону холдингов. Ситуация в Тверской области усугубилась тем, что губернатор Тверской области Шевелев в конце августа 2013 года даже на фоне того беспредела, который творился на всей территории России, издал совершенно дикое постановление о запрете содержания свиней в Тверской области, в хозяйствах всех форм собственности, которые не подходят под определенные стандарты, которые, в принципе, заранее невозможно эти стандарты соблюсти нигде, кроме крупных предприятий-миллиардеров. Запрет на три года, что является абсолютно правовым нонсенсом. И совершенно в этом коротеньком постановлении, типа 10 строчек, вот там нарушено 15 федеральных и региональных законов. И говорят, то есть не то, что говорят, а есть конкретные признаки того, что во всей этой истории видны признаки коррупционного сговора и монопольного сговора. Уничтожаются конкуренты и нечестным образом освобождается рынок. Возможно, это пример всероссийского курса на полное уничтожение села. Никак не развивается социальная сфера, закрываются школы, больницы. Земли скуплены и десятилетиями не возделываются, а местным жителям негде пасти домашнюю скотину. В то же время, после вступления России в ВТО, в русское село хлынули западные агрокорпорации. И местная власть встречает их объятиями и принесением в жертву своих селян. Что в принципе понятно. Чем больше инвестор, тем шире поле для откатов, взяток и так называемого нецелевого использования. С местных этого не возьмешь. А в Тверской области следующими после свиней станут коровы. Есть сведения, что региональными просторами заинтересовался австрийский агрохолдинг. Его специализация как раз крупный рогатый скот. Селяне говорят, их уже почти официально предупредили. Как только соглашение будет подписано, ждите проверок. У ваших коров обязательно найдут ящер.